Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Буквально на днях я сыграл тренировочный матч с кандидатом в мастера из города Мурманк Артёмом Гагариновым. Ну и сегодня хочу с вами поделиться идеями, которые были в партиях или которые были обнаружены мною при анализе. Первой партией Артём играл белыми. СБ4, ФЖ5, БА5, ЖА4, ДЦ3, ДЕ5. Обязательные ходы. Вот такая жеребьёвка дебюта нам выпала. Белые, естественно, играют АБ4 с идеей сыграть СД4 и разменяться назад. И у них будет более приятная позиция. В партии я сыграл ЕД6, но более сильный план игры за чёрных играть ЖФ6. Теперь, после размена, чёрным надо точно ответить БЦ5 и у них есть достаточная контр-игра. Например, на ход БЦ3 мы уже играем СБ4, затем уходим рано или поздно на поле А3 и начинаем окружать позицию белых. Здесь примерно равное положение. В партии же я сыграл пассивно ЕД6. Белые разменялись назад и я мог попасть в проигранное положение. Смотрите, я делаю вроде бы такие обычные ходы, но тем не менее, неминуемо они ведут к поражению. ЖФ6, БЦ3 и белые и чёрные развивают свои сильные левые фланги. Я играю ФЖ5 с идеей сыграть ЖФ4 и также разменяться назад и уравнять позицию. Артём препятствует размену, играет ЖФ4. Ну и я продолжаю развивать свой сильный левый фланг, АЖ7. Белые играют АБ2, также продолжают развиваться и кроме того ставят несложную ловушку. На ход ЖФ6 они уже проводят удар ФЖ3 и попадают на преддамочное поле с выигрышем. Я эту ловушку увидел и сыграл БЦ5. Белые нападают СД4 и снова стоит эта ловушка. Снова нельзя играть ЖФ6 из-за того же самого удара, ФЖ3. И белые выигрывают. Я это увидел, поэтому в партии сыграл ФЕ7. Белые играют БЦ3. Ну и здесь уже на самом деле положение чёрных проигранное. Я сыграл СБ4. Артём загоняет меня на фланг после хода СД4. Надо играть Б3. Ну и всё, это позиция проигранная. Утешает лишь одно, что точно так же проиграл московский гроссмейстер, чемпион СССР, чемпион мира Александр Кандауров. Также московскому гроссмейстеру, чемпиону мира, чемпиону СССР Александру Шварцману в 1987 году. У белых выигрыш. Можно играть либо ДЦ3, либо АЖ3. Тут без разницы. Всё равно белым надо идти на самозажим своего правого фланга. Теперь на ход ЖФ6. Белые играют ДЦ3. Ну и чёрным надо жертвовать шашку. БА7 уже играть не вариант. Там позиция чёрных полностью зажмётся. Надо их жертвовать шашку. Сильнейшее сопротивление. Играть ЕД6. Белые играют СД4. То есть видите, не дают сыграть ДЕ5. Из-за того, что они разменяются. Ну и шашка у белых лишняя сохраняется. Это положение за чёрных проигранное. Поэтому после СД4 приходится меняться назад. Белые играют БА7. Ну и на сильнейший ход ЕФ6 играют ЕД2. Чёрным надо играть ФЕ5. Лучшего не видно. Ну и на ход ДЦ3 играть ДЕ7. Здесь белые могут провести красивую комбинацию. Давайте разверну позицию. За белых, чтобы вам было удобнее найти комбинацию. Попытайтесь найти решение. Белые начинают и выигрывают. Довольно-таки красиво. ЕД4 нападаем. Приходится закрываться. ЕФ6. Тогда проводим комбинацию. ФЕ3 отдаём одну шашку. Затем СД2 отдаём вторую шашку. Затем СБ4 отдаём третью шашку. И затем красиво снимаем три шашки соперника. Чёрные бьют шашку. И затем ещё добиваем чёрных ударом на поле Е7. Ещё снимаем три шашки. Вот такая красивая комбинация была в распоряжении Артёма. Но Артём, к моему счастью, не заметил ход ДЦ3. Он в этой позиции разменялся ДЦ5. И в партии мне удалось защититься. В следующей партии белыми играл уже я. Нам выпала следующая жеребьёвка. ЖХ4, БЦ5. СД4, ФЕ5. И в этой позиции белые бьют на Б6. Обязательные ходы. Ну, естественно, Артём бьёт на С5. Лучшее продолжение. На 5 бить пассивно. Ну, здесь я сломал голову. Думаю, куда же ходить? Как получить игру? В первой партии Артём играл белыми. Он сыграл ЕД4. Ну, и там всё-таки у белых пассивная позиция. А мне хотелось получить какую-то игру за белых. И всё-таки мне удалось найти интересный план. Я играю с Ж3. Чёрные вроде бы ставят колл. ЕФ4. Ну, и после всех разменов позиция чёрных кажется приятнее. Действительно, это так. Но белые через несколько ходов найдут контр-игру. Смотрите. БЦ3. СД6. Просто и белые, и чёрные начинают развивать свои сильные левые фланги. СБ4, ЖФ6. АБ2, АЖ7. БЦ3, ФЕ5. Вроде бы чёрные заняли центр, но преимущества особого не видно. То есть после ДЕ3 размена уже белые начинают диктовать игру. В партии Артём выбирал между ЖФ6 и ЖА6. Ну, после ЖА6, кстати, позиция чёрных тоже довольно-таки неприятная. Я мог разменяться ЕД4. Ну, и после ФЕ7 здесь можно сыграть, ну, допустим, даже ЕД2 и БЦ5. С более приятной позицией. И здесь чёрным надо ещё аккуратно защищаться. Но, тем не менее, ничья есть. В партии Артём предпочёл сыграть ЖФ6. Мне, кстати, казалось во время партии, что ЖФ6 всё-таки ведёт к ничьей. Действительно, это так, но у белых уже гораздо лучше позиция. Смотрите, играем ФЖ3. Ну, и на ход БЦ7 играем ЕФ2. То есть поставили уже ловушку. На ход ФЖ7 мы проведём комбинацию. Сыграем АЖ5. Затем ЕД4. И попадём в дамки. Несложная комбинация. Естественно, Артём её увидел. И сыграл СБ6. На самом деле, этот ход уже, как выясняется, быстро проигрывает. Нападаем БА5. Ну, и как бы чёрные не играли, белые всё равно проводят вот эту комбинацию. В партии Артём сыграл ДЦ7. И я провёл разгромную комбинацию. Играю АЖ5. Затем ЕД4. Ну, и белые легко побеждают. Также, видите, нельзя было играть ФЖ7. То есть куда бы белые, чёрные не побили вперёд или назад, снова проходит эта комбинация. То есть отдаём шашку, затем играем ЕД4 и побеждаем. А всё-таки ничья в этой позиции ещё была. Давайте разверну. Чтобы вам было удобнее видеть, попробуйте найти ничью за чёрных. Поставьте видео на паузу. Чёрным надо было для достижения ничьей пожертвовать шашку. СД4 и сыграть ФЖ7. Ну, и несмотря на отсутствие шашки, в принципе, позиция чёрных нормальная. Белым здесь уже самим надо быть аккуратными. Надо играть именно СБ6. Все остальные ходы уже ведут в более приятной позиции у чёрных. А вот здесь белые ещё могут побороться за преимущество. И затем играют ФЕ3. Здесь за чёрных надо быть также аккуратными. Попробуйте найти всё-таки ничью за чёрных. Проигрывает ход ЖХ6. Белые играют ЖХ2. Не дают пошевелиться на левом фланге чёрным. Ну и после единственного хода ДЦ7 уже белые играют ЕД4. То есть с идеей сыграть ДЦ5 и СБ6. Поэтому чёрным приходится играть СБ6. Лучшего не видно. Тогда белые играют ЖФ4. И меняются вперёд. У чёрных единственный ход БЦ5. Но после СД4 уже приходится жертвовать шашку. АСЖ5. И играть ДЕ5. Белые здесь легко побеждают. Игра СД6. Надо отходить ЕФ4. Ну и на ход БА5. И ФЕ3. Белые уже нападают. СБ6. Надо отходить. Не играть БА7. Ну и как бы чёрные тут не играли. ЕД2 или ЕФ2. Из-за разницы. Ставим дамку. Приходится закрываться. Ну и здесь как угодно можно выиграть. Мне кажется проще всего провести вторую дамку. И постепенно белые отъедают вот этот обжорный ряд чёрных. И побеждают. То есть видите друзья. Как раз в эндшпиле. То есть в окончаниях партии. Выгоднее располагать свои шашки как раз на бортах. А не в центре. Это яркое подтверждение этого правила. Но тем не менее в этой позиции у чёрных ещё была ничья. Нельзя было играть ЖА6. Надо было сыграть именно ДЦ7. Теперь на ход ЕД4. Уже чёрные меняются. ЕФ4. То есть не дают белым привести вот этот план в исполнение. И уже белым надо быть аккуратными. Надо сыграть именно БЦ5. Единственный ход. Чёрные нападают. СД6. Надо закрываться АБ4. Ну и на ход ДЕ5. Белые играют ЖА2. То есть видите, на ход ЖА6 уже последует удар РЖ5. Поэтому чёрным надо жертвовать шашку. ФЕ3. И сыграть ЕФ4. Ну и здесь партия очень быстро заканчивается ничьей. Даже у чёрных здесь более приятная позиция, мне кажется. Несмотря на отсутствие шашки. Можете убедиться в этом сами. Следующая партия. Белыми играл также Артём. СД4. АЖ5. ЖА4. БА5. ФЖ3. Обязательные ходы. Ну и в этой позиции я вспомнил прикольный план игры, который мне удалось найти с помощью компьютерной программы Тоша. Как-то я анализировал эту позицию. СБ6. ЖФ4. Белые нападают. Надо закрываться ЖА6. И после естественного хода БЦ3 играем именно ДЦ5. Можно было разменяться БЦ5 назад. Но я предпочитаю играть ход ДЦ5. В чём идея? Ну, самый лучший план игры, конечно, за белых сыграть АЖ3 с преимуществом. Ну и чёрным здесь надо будет играть очень точно. Но иногда соперники играют активно ФЕ5. Кажется, что очень сильный ход. На самом деле, всё-таки он ведёт к преимуществу чёрных. Смотрите. Именно так в партии и было. Я играю ЖФ4. Наношу контур-удар. И в партии Артём ошибся. То есть он увидел, что нельзя бить на Ж3 из-за комбинации СБ4 и ФЕ5. Поэтому он побил на Ж7. Тогда я бью на Ф6. Ну и после боя на Ж5 бью именно на Ф4. И выясняется, что эта позиция забилых проигранная. То есть на единственный ход ЕФ2 лучшего не видно. Мы размениваемся и затем играем БЦ5. И меняемся вперёд. И видите, друзья, здесь коловая шашка чёрных Ф4 очень сильная. То есть у белой не имеет возможности её разменять. Поэтому они очень быстро проигрывают. В партии ещё было ЖФ2, ФЖ7. Артём пожертвовал шашку и сыграл СД4. Пытаются как-то отыграть шашку нападением с поля Ж3. Ну, я здесь всё чётко парирую угрозы белых. Играю ДЦ7. То есть на ФЖ3 уже сыграю СБ6 и разменяюсь назад. Ну и шашка у чёрных остаётся лишняя. Поэтому в партии Артём сыграл ещё АБ2. Я играю СБ6. Снова нельзя нападать. Артём играет, поэтому БЦ3. Я играю Б7. Ну и здесь уже надо нападать. Чёрные играют просто БЦ5. Ну и белым некуда бить. То есть если они бьют вперёд, тогда просто бьём на С5. И пробиваем на поле Б2 с выигрышем. Если же белые бьют на Е5, тогда бьём на Е3. Ну и так же чёрные здесь легко побеждают. Тут никаких проблем. Вернёмся к положению после нападения белых ФЕ5 и контрудара чёрных ЖФ4. Оказывается, в этом положении надо было попадаться на комбинацию. Парадоксальная позиция. Кстати, вот я как-то проанализировал эту партию как раз после поражения от сильного мастера Яниса Сафина. Также автора YouTube канала «Шашки для всех». Тоже рекомендую, кстати, интересный канал. Я играл белыми и вот тоже проиграл эту позицию. Янис мне провёл комбинацию. Ну и в цветноте я не смог найти здесь уравнение. На самом деле здесь белые всё-таки могут ещё сделать ничего. Надо и меняться HG3. Ну и, допустим, на ход АБ6 уже играть ДЕ3. Если чёрные играют БЦ7, белые могут просто сыграть АБ2. Здесь есть два плана. В принципе, АБ2 и ЕД4. ЕД4 кажется страшный ход. Но здесь всё-таки есть ничья. На ход СД6 белые играют ЖФ2. Единственное продолжение. Всё остальное проигрывает. Ну и на ход ДЕ5 здесь белые всё-таки находят спасающий ход. Он единственный, кстати. Надо здесь сыграть ДЦ5. То есть, видите, белые грозят попасть на поле А7. Поэтому чёрным приходится бить на поле Б2. Тогда белые бьют на Д4. Ну и партия постепенно заканчивается ничьей. Здесь у белых даже более приятная позиция. Прошу прощения. Так. Ну и если белые будут играть естественным образом, допустим, АБ2, тогда у чёрных уже здесь большое преимущество. СД6. Б3. БЦ5. ЖХ2. Снова пошли у белых единственные ходы. Ну и на ход ФГ7. Белые остаются всё-таки без шашки, но у них более приятная позиция. Они могут уравнять партию. Играют ЕФ4 и меняются вперёд ЖХ4. То есть, видите, не дают играть АЖ7 или ДЕ7 из-за простой комбинации. Ну и чёрные здесь могут подкрутить ещё и сыграть ДЦ7. У белых есть два хода. СБ2 и СД2. Ну, АЖ5 всё ведёт к тому же. Оказывается, что СД2 уже здесь проигрывает. То есть, чёрные играют АЖ7 и удар СД4 не проходит, потому что чёрные побьют на С1 и у белых не будет темпа для того, чтобы поймать дамку чёрных. Поэтому белым приходится играть АЖ5. Тогда чёрные меняются назад. Ну и лишняя шашка остаётся. Здоровая лишняя шашка. Чёрные побеждают. Но в этой позиции всё-таки ход СБ2 вёл к ничее. Теперь чёрным уже надо играть СБ6. Ну и на ход АЖ5 чёрные играют АЖ7. И всё-таки белые находят спасительную комбинацию. Также переверну вам, чтобы было более удобно найти её. Белые начинают и проводят ничейную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти её. Белые играют СД4. И затем проводят такую комбинацию. Играют ДЕ3, затем ДЦ3. Ну и бьют либо на А7, либо на Е7. Тут без разницы. И затем успевают занять большую дорогу. И достичь ничьей. Такая интересная идейка. Ну и последняя партия на сегодня. Я играл в турнире недели на Лидравсе. С неким Горцем 95. Такой ник. Нам выпала следующая жеребьёвка дебюта. ЕД4, ФЖ5, ФЕ3, ЖФ6. Ну и позиция на самом деле похожа на третью партию с Артёмом. Смотрите. Поэтому я её и привожу. ЖХ4, БА5, ХЖ3, СБ6, ЖФ4, ДЦ5. Помните партию с Артёмом? То есть у Артёма была шашка Б2 на поле Х2. Вот если её переставить, позиция будет 1 в 1. Ну и здесь Горец также напал. ФЕ5. И я также провожу контур-удар. ЖФ4. Ну на самом деле здесь всё-таки, наверное, за чёрных надо было играть ЕД6. С равной игрой. А вот ход ЖФ4 уже такой сомнительный. Но после него есть возможность за чёрных победить. А вот после ЕД6 уже возможности такой не будет. То есть после ЖФ4 Горец правильно бьёт на поле Ж7. Здесь уже, видите, бить на Ж3 нельзя. То есть в третьей партии надо было попадаться на комбинацию, а здесь всё наоборот. То есть здесь уже комбинация выигрывает. Комбинация шахматиста Александра Петрова как раз. То есть вы видите, после комбинации чёрные следующим ходом нападают ФЕ7 и остаются с лишней шашкой. Горец это заметил и поэтому побил на Ж7. Я бью на Ф6. Ну и здесь, в этой позиции, всё-таки правильно было бить на Ф4. Но здесь мне не понравился ход белых АБ4. Мне бы пришлось побить на А3. Ну на Е3, естественно, бить нельзя, потому что белые останутся с лишней шашкой после БЦ5. Затем отъедят шашку Е3 и выиграют. Поэтому если чёрные бьют на А3, белые играют ДЦ5 и бьют на Ж3. Здесь у белых более приятная позиция, поэтому я не пошёл на этот вариант. И в итоге я даже мог вот эту позицию проиграть. Я всё-таки побил на Е3 и затем сыграл ФЕ5. Бью на Ф4. И в этой позиции белые могли очень красиво победить. Также развернул вот эту позицию, попытайтесь найти интересную идею. Она, кстати, впервые я её увидел в матче. В финале играли два международных гроссмейстера. Роман Щукин и Евгений Кондраченко. Евгений, кстати, мог тоже победить Романа с помощью этой идеи, но он не нашёл выигрыш. Интересная задумка. Смотрите, белые играют Ж2 и затем проводят двойной размен. СД4 и АБ4. То есть затем они строятся на любой ход. Видите, ДЕ7 нельзя играть из-за простого ФЖ3. И чёрные теряют шашку, так как нельзя отходить из-за удара ЖФ4. Ну и белые побеждают. А если чёрная игра, допустим, ФЕ7. ФЖ7 также нельзя было из-за этой идеи. Тогда белая игра СД2. Ну и следующим ходом нападут на шашку Ф4 и останутся с лишней шашкой и победят. Вот такая интересная задумка была у белых. Но, к моему счастью, Горец 95 не обнаружил её и мне удалось даже победить. Белые сыграли пассивно. Они сыграли СД2 и сыграли СБ4. Я тут же захватываю центр после хода ДЦ7. Ну и белые проиграли. БЦ3. Я побил шашку ЕД2. Б5. Не даём белым пошевелиться на их сильном левом фланге. Но после вынужденного хода ЖФ2 я сыграл ФЖ7. Ну и на ход АБ4 провёл удар и выиграл. Вот такие интересные идеи. Сегодня хотел вам показать. Если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить Лукаса и подписываться на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.